всем привет с вами снова степан и компания x-store и мы с вами вновь собрались здесь чтобы посмотреть на разные интересные новиночки на какие-то гаджеты ну и чтобы я вам о них рассказала вы возможно заинтересовались и решили что-нибудь из этого себе взять как в принципе было уже указано в описании к сегодняшнему эфиру мы сегодня будем сравнивать два классных и интересных смартфона которые вышли реально одновременно они вышли в среднем около двух месяцев назад на общемировой рынок прошу прощения услышал сам себя это было очень странно так на чем остановился а да два устройства вышедшие практически одновременно а двух абсолютно разных компаний многие думают что real me это тоже сяоми нет на самом деле эта компания принадлежит общему бренду биби кей если помните раньше были такие 9 проигрыватели еще также они производят смартфоны oppo смартфоны one plus от них открепились это отдельно но в целом эта компания крайне известна по всему миру и в целом они сейчас занимают ну немалую такую позицию особенно у нас за уралом на северо-западе россии мы их сейчас только-только начинаем видеть ну а сяоми нам уже в принципе привычен все мы про них уже знаем и на ноут 10 и 10 про у нас даже есть обзор на youtube канале заглядывайте обязательно и подписывайтесь там скоро также будут обновления и какие-нибудь интересные видосы привет глеб привет григорий вижу уже здесь глеб уже смотрит с ноут 10 и может его рановато купил может реально будет поинтереснее так ну и сразу нам пишут что сяоми плюсик за ик-порт ну да к этому мы сейчас как раз и подойдем что ж давайте сперва посмотрим на них внешне открываем обе коробочки и так вот у нас десятка убираем с нее стикер он нам сейчас не нужен выглядит он вот таким вот образом есть также не только зеленая версия в других цветах но у нас вот сегодня именно такой и real me 8 пакетики всякое такое вуаля в целом устройство внешне ну не скажу что сильно друг от друга отличаются но определенное отличие в них конечно же есть во первых редми у нас обладают все таки немножечко другим блоком камер он более вытянутый узкий но по высоте они примерно идентичны вообще в целом габариты двух устройств практически одинаковы то есть разница по высоте у них в среднем около полу миллиметра что самое забавное аналогичная ситуация связана с толщиной данных устройств они ну вот только в блоке камер них в общем отличаются в остальном они абсолютно аналогичны там 8 целых пом 3 десятых миллиметра если я не ошибаюсь ширина у двух устройств абсолютно аналогично с какой стороны не посмотри видим только один смартфон по элементам управления вот тут сразу начинается довольно серьезная разница во-первых ну низ у них реально одинаковый то есть type-c разъемы там и там наушники внизу причем спрашивают почему производители делают джек 3 5 внизу разве это удобно ну по идее когда вы используете смартфон вот так для просмотра какого-то видео контента то разъем с правой либо с левой стороны а здесь если он будет к тому же и зарядкой это наверное чуть удобнее потому что вы его можно схватить одной рукой провода все торчат с одного боку это наверное удобно если же они были бы с двух сторон пришлось бы наверное держать его как-то вот так что не очень удобно дальше по органам управления снизу у них все получается довольно похоже правда отверстий под динамик почему-то здесь на одно больше ну пускай дальше напоминаю с правой с этой стороны у нас redmi с этой realmi здесь мы видим примерно одинаковые качельки громкости и клавиши блокировки но единственная галочка у сяоми именно в данной клавише располагается датчик от пятка пальцев ну заднюю панель мы уже с вами посмотрели с этой стороны они также примерно одинаковый разъем для sim карты прочего а вот самое интересное начинается сверху дело в том что здесь сяоми получают плюс один даже плюс два скажем так балла за наличие ик-порта для того чтобы пользоваться какой-то домашней и прочей техникой там будет и телевизор кондиционер или что-то такое и стереодинамик стереозвука в realme он есть но он для этого использует звук с разговорного динамика а не с верхнего дополнительного и поэтому если очень часто пользоваться смартфоном на максимальной громкости в стереозвуки то конечно впоследствии с годами там или с каким-то большим периодом времени скорее всего данному динамику может стать чуть хуже чем обычно это типичная ситуация при использовании стерео режимы с разговорного динамика привет ршат привет василий привет челябинск всем привет всем привет в остальном внешне еще какое отличие у сяоми если камера фронтальная располагается ровно по центру то здесь в realme она располагается в уголке она врезана прямо в экран никаких капелек ничего такого тут в принципе все как мы уже в основном то и привыкли дальше сравнение можно проводить ну только если в формате начинки дело в том что смартфоны реально очень похожи реально очень похожи фактически идентичны да у нас здесь располагается процессор в сяоми процессор компании qualcomm 690 или 683 я могу ошибаться процессор мощный 8 ядер все как обычно 2 и 2 герца фактически он не является игровым но 3d игры совершенно спокойно запускаются благодаря adreno 618 видео отдельному там чип который все это у нас как таковое и обрабатывает здесь же у нас располагается процессор helio g95 mediatek если опустить в сторону все подробности по названиям и разработки разными компаниями это тоже самое но чуть чуть более игровой скажем так направленность направленностью именно на 3d графику и именно поэтому данное устройство во всех тестах чуть 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 больше баллов набирает там есть всем известный всем известное приложение antutu как его обычно называют antutu и здесь если он набирает примерно 320 тысяч очков то здесь где-то в районе 290 разница невелика по процессорам в принципе все довольно понятно по экранам вы не поверите здесь все тоже самое 64 64 super amoled но почему super amoled чтобы можно было сделать отверстие до во фронтальной панели оба устройства поддерживают у нас 60 герц обновления то есть чуть выше чем ну любой стандартный экран это в принципе это чувствуется во время там того как вы что-то ли ставить какой-то контент или просматриваете видео разрешение у них одинаковые 1200 на 2 300 у них абсолютно одинаковое все в этом формате единственное что исходя из габаритов тут как бы рамки чуть-чуть буквально на полмиллиметра меньше в реалме и поэтому здесь точнее больше и здесь соотношение пикселей чуть чуть выше там буквально 2 пикселя на дюйме кто на это смотрит в современном мире главное чтобы это было комфортно производители этих экранов логично у нас samsung так что в принципе тут ничего нового дальше можно сравнивать как экраны процессоры со две самые важные вещи третье оперативная штатная память по скорости памяти они примерно похожи здесь у нас используется в реалме память формата 2 и 1 здесь 2 и 2 что это означает чуть более быстрая оперативка но здесь у нас в штатной комплектации у redmi всего 4 гигабайта оперативной памяти и 64 встроенной ну как она обычно есть 464 там 628 многих моделей то здесь у нас сразу идет 6 встройка и 128 штатная память что в принципе дает как бы и преимущество но как бы из-за этого устройства несколько дороже стоит то есть тут нужно понимать хотим мы всем этим пользоваться в сразу запасом или нам этого устройства хватит как бы и ну можно и этим справиться объемом памяти ну либо брать сразу более там объемный redmi но и пускай чуть-чуть более дорогой тут нам рассказывают что и к порт полезная штука candy на работе пользуются люди дома и к для телека используют хотя и пульт на столе на телефон рядом и многие нас смотрят с техники компании xiaomi молодцы всем привет в очередной раз задавать какие-то кстати ваши вопросы быть может что-то еще отдельно вы какие-то специфические штуки они хотите узнать про которые я могу сейчас не рассказать также попробуем ответить но не только про эти аппараты про какую-нибудь другую технику я немножечко в этом шарю смотрим дальше следующее что обычно сравнивают в смартфонах любых вообще современных это их камеры по камерам все примерно понятно xiaomi 48 мегапикселей основная камера у realme 64 единственное что здесь камеры sony здесь samsung в принципе в принципе эти 64 мегапикселя хороши в ночной съемке но у сяоми есть отдельный ночной режим так что в принципе все вот эти вот плюсы и они довольно ну скажем так выравнивают друг друга если вот так на чаше весов бы я выставил и решил посмотреть буду ли распаковывать браслет так он же вот уже на руке сейчас по всем про него расскажу и покажу в целом по камерам если по задним туда также макро режим также портретный режим также широкоугольный режим мегапиксели примерно похожие 13 13 2 8 2 2 то есть грубо говоря примерно то же самое но зато здесь чуть более мощная интересная фронталка и к тому же она от sony здесь у нас она всего 8 мегапикселей здесь 13 плюс у realme несмотря на то что многим не очень может быть привычная оболочка я сейчас вам его к сравнению показать ну наверное могу если подождите буквально пару минут пока буду рассказывать я его включу у него не очень возможно кому-то привычная оболочка потому что более чистый android и василий сейчас к вашему вопросу также вернусь довольно интересно но здесь есть прикольный режим фото режиме можно фотографировать или снимать видео одновременно с фронтальной и задней камеры особенно актуально для тех людей которые любят делиться и поглощать видео контент там instagram тик ток что-то еще такое вы можете сразу снять видео со своей реакции на какие-то определенные вещи которые происходят вокруг вас почему бы и нет либо если вы с кем-то общаетесь по видеосвязи либо коротенькими видео заметочками то вы аналогично можете заснять из себя и что то что вы рассказываете при этом будет полноценно живое общение у вас с тем человеком с которым вы как таковой именно и общаетесь причем по идее на сяоми то же самое можно сделать или сяоми кому как но здесь нужно делать помощью сторонних приложения здесь все это работает прямо из коробочки то есть активировали вот как я сейчас его активирую запустили и все кстати коль дошел до этого момента сразу расскажу как я уже и говорил но это 10 датчик отпечатка располагается в клавише блокировки то есть если я захочу забить себе свежий пальчик скажем так в устройство то я нажимаю блокировка отпечатком сейчас мы быстренько сформируем здесь простенький графический ключ букву английскую напишем для теста нам этого хватит так и если я хочу добавить отпечаток то я беру его и добавляю именно большой палец руки кстати заметьте уже рассказывал в одном из прошлых видеороликов но ровно посерединке отпечатка у меня сформировалась надписьми очень миленькая ми стобишь сяоми и до палец я забиваю дальше и фактически если мне нужно будет разблокировать устройство то это я делаю либо фронтальной камерой лицом либо это делалось по помощью датчика сбоку здесь же в этом смартфоне пароль из кучи единичек нас все это устраивает мы тут не за безопасность текущий момент здесь у нас датчик располагается прямо в экране как видите он даже подсвечивается когда я начинаю его касаться для более точного считывания и это отчасти может быть удобнее потому что если я держу телефон вот так мне не нужно ой непривычно немножко для меня не нужно нажимать именно на клавишу блокировки а я сразу могу пользоваться уже непосредственно дисплейным датчиком и это отчасти удобнее плюс опять же данную клавишу если вы будете приобретать чехлы какие-то отдельно то эти клавиши можно спокойно закрыть и нет не будет опасности умудриться попасть по ней каким-то предметом и когда вы его уроните в отличие от данной клавиши потому что если вы ее сильно покоцаете то к сожалению датчик больше работать не будет возможно это высосаны из пальца но это все-таки галочка из которой как бы нужно понимать как правильно работать так теперь вернемся к вашим вопросам ой понаписали вы очень много никогда не понимал зачем так много памяти немножко расскажу дело в том что современные смартфоны воу это было громко так извиняюсь современные смартфоны особенно с камерами там по 64 по 108 мегапикселей samsung тут вот вроде как готовит уже 300 мегапикселей модуль зачем-то в смартфоне не знаю зачем из-за этого довольно много весит фотографии и видео контент и более того современное приложение когда вы их скачиваете на ваш аппарат они довольно много памяти занимают кэшем у меня всем известный telegram который очень долго пытались в свое время заблокировать в россии у меня он весит сейчас гигов наверное 20 учитывая что он контент вот который я просматриваю и он автоматически его скачивает он его удаляет из кэша периодически все равно я умудряюсь за неделю нагрузить туда примерно 20 гигов информации точнее он это делает сам ну и как бы 64 это мне уже маловастенько я хочу себе уже там 128-256 пока f3 будет ли у нас в продаже так если я не ошибаюсь он вот уже вроде как то есть вот прям буквально сейчас ждем так дальше тут обсуждение цен фитнес браслет работать с любыми телефонами других производителей до любое современное устройство на android 10 либо 11 поддерживают любые модели фитнес браслетов приложение для фитнес браслетов об этом чуть позже мы с вами также поговорим ну и дальше 128 мало должна быть на борту 256 так ведь есть же то есть но никто же не запрещает во первых ну понимаю да это костыли поставить карту памяти но многие так пользуются у меня сейчас карточка на 64 в телефоне стоит и в принципе этого ну более чуть более менее хватает до приложение не скопировать но фото видео все храню именно на карточке фильмы и музыки для поездки загрузить но вот туда тут вопрос отдельный потому что нужны карточку хорошие скорости и 64 да реально бы не хватило это я все прекрасно понимаю по камерам мы примерно все сравнили по всем важным важным важностью как таковым сравнили покажу еще менюшку реалми коль не показывал до этого до главный экран тут ничего нового приложения как на на в принципе на пока очень похоже тоже отдельное меню под приложение они у нас все находятся вот здесь сразу предустановлены те же самые компасы заметки и браузер тут в принципе ничего нового фейсбук там еще какие-то штучки также есть абсолютно полноценный play market но сейчас мы в нем не пойдем потому что ничего не установлено учет на запись никакую не добавлял сразу добавлено приложение realme link которые используются для работы реалмишных штук будь то зубная щетка наушники либо смарт-часы либо весы данной компании кстати они у нас продажи тоже есть если хотите может быть потом как-нибудь и про них отдельно также расскажем ну и верхняя шторка типичная android стайл ничего нового единственное что возможно чуть удобнее что шторка смещается вниз и при управлении одной рукой это будет чуточку удобнее чем сиомишная которая у нас остается также наверху то есть в принципе это наверное чуть 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 но удобнее ну а настройки если мы в них зайдем тут мы не увидим ничего абсолютно нового все типично андроида ва ва отдельная галочка в этом смартфоне есть nfc полноценная бесконтактная оплата палец лицо все это можно использовать для оплаты в redmi note 10 к превеликому сожалению nfc модуль у нас отсутствует так что это наверное единственная серьезная разница между этими устройствами батареи по 5000 миллиампер зарядки 33 30 ватт в общем в целом то и общем это одно и то же это очень похожие два девайса про которые к сожалению это как бы ну тяжело их сравнивать если вы хотите чуть больше играть и чуть больше возможно фотографировать не в темное или сумеречное какое-то время то это устройство возможно будет интересно если вам нужен смартфон с более четкими ночными фото и вам nfc как таково не особо сильно важен то вполне можно рассмотреть сяоми по поводу пока f3 кстати они уже появились у нас в продаже и стоимость их среднем около тридцати пяти тридцати шести тысяч рублей лучше уточнять в вашем городе непосредственно потому что у всех поставки разные все по-разному их умудряются заказать и лучше если вы уж прям хотите на это устройство посмотреть оформить заказ и дождаться его в магазине того города где вам удобнее так вот шторка кому-то реально понравилось кстати прикольно про экран память проц ну вообще экраны у них похожи у них все очень похожи процессор немножко разные так если в браслете nfc вот сейчас мы об этом с вами и поговорим сканер на real mini очень но первые партии устройств как в принципе иногда у компании сяоми тоже это такое к сожалению бывает или разми первой партии устройств да у них были определенные неприятности со скоростью работы сканеров но сейчас по все поправили он сразу у вас получает свежее обновление даже из коробки уже обновлен и сейчас со сканерами никаких проблем нету особенно это ну часто мы замечаем именно вот на реализации сверху устройств с клиентом забиваем все корректно работает какой лучше будет для игр вообще по идее у realme чуть более игровой процессор нежели вы все вами то есть тут мы рассматриваем наверное ближе вот это вот устройство так о василий забрал мерч с апрельской трансляции поздравляем ну в целом больше вопросов именно по этим двум устройствам я от вас серьезных не вижу в любой момент вы можете зайти в любой магазин компании сяоми либо воспользоваться функцией посмотреть у нас на сайте по итогу устройства реально очень похожи да они реально очень классные внешне причем realme блоком камерами нравится чуть чуть больше но это мое личное мнение то есть у redmi она ну такой вот он двухэтажный мне это не нравится не очень сильно и мне больше подкупает именно с экраны скай под экранный сканер отпечатков вы пока можете писать что именно понравилось больше вам а мы перейдем к показу непосредственно ми бэнда 6 о нем совсем коротенько ми бэнд 6 до долгожданное обновление браслета от компании сяоми в целом это грубо говоря обновленная пятерка как это обычно и бывает но за какими главными отличиями во первых теперь этот браслет обладает полноразмерным практически экраном то есть снизу единственное что чуть чуть больше буквально на миллиметр вот это вот рамочка скажем так нежели сверху почему так сделали не знаю возможно из-за контактов зарядки располагающихся чуть ниже это полноценный amoled уже экран то есть черный пиксель не горит все остальные цветные и до более яркие сочные цвета это очень даже здорово по штатному меню все довольно похоже отдельно выделился индекс по и так называемый индекс полезной активности он у вас его будет собирать автоматически сам на с течением времени собирая данные о том как именно вы передвигаетесь как вы ходите как вы спите как вы пьете водичку и так далее и выдает будет выдавать вам оценку от нуля до стана сколько вы вообще молодец в вашей жизни как хорошо вы двигаетесь пульсометр всем привычен вот дальше довольно интересная кнопочка у нас добавился уровень кислорода в крови замер уровня кислорода мы сейчас попробуем его замерить правда браслет только активировал и у нас здесь довольно жарко так что скорее всего он может показать 92 94 но в любом случае данные точнее эти данные не являются медицинскими и поэтому они используются только для того чтобы просто себя ну скажем так проверить для самого себя лично вы не сможете прибежать там в больницу или в аптеку с этим вопросом и сказать помогите мне сейчас он замеряет пульс 106 ударов но узнаете ли я немножечко волнуюсь когда рассказываю про такие интересные гаджеты и заодно он замеряет уровень кислорода так есть ли nfc nfc в mi band 6 нет шестерка у нас nfc не используют данная функция есть только в четвертой версии браслета именно с отдельной пометкой nfc ну да 90 он и насчитал причем если я нажму на эту вот кнопочку то он показывает да тут очень длинный текст и что это не является полноценным скажем так медицинским именно показанием то есть также татуировки там какое-то неправильное ношение и прочее могут повлиять на корректность замеров ну что в принципе ожидаемо и nfc работает к сожалению в четверке не со всеми банками лучше уточнять непосредственно у вашего банка и у самого приложения типа какой именно банк он сможет вас использовать для оплаты но уведомление всем привычно тренировкам и тут очень интересные изменения во первых тренировок стало больше их суммарно около 30 есть дополнительные еще режимы там танцы растяжка пилатес волейбол баскетбол настольный теннис крикет кто-нибудь в россии играет крикет расскажите пожалуйста мне интересно я ни разу не видел есть даже бокс зумба уличные танцы и катание на коньках и что самое интересное данный браслет обладает интеллектуальным подбором вида тренировки и если он понимает что вы например с простого бега перешли на арбитрек то он вам спросит а вы не поменяли ли случайно режим а то мало ли что иначе вам будет не очень корректно замерять ваши показатели ну история тренировок уровень стресса тоже довольно интересный показатель он на самом деле довольно странно считывается именно по количеству ваших движений за день насколько быстро вы суетитесь руками или насколько быстро вы там и часто вы подрываете с места и куда-то бежите логично что на этом уровень стресса целиком то вы все равно не замерить например но он вам его покажет режимы дыхания он вам будет показывать специальную анимацию под которую вам нужно правильно делать вдох выдох вдох выдох и так далее в такт анимации и это должно немножко вас успокоить и снизить тот самый уровень стресса события это различные календари которые вы будете настраивать будильник погода музыка все по стандарту мировые часы настройки в настроечках мы как обычно меняем циферблате ки если мы того сами хотим прямо из настроек самих часов все остальное доступно из приложения ну и дополнительный функционал связанный с там настройками яркости и так далее по водостойкости они полностью водостойкие в них можно совершенно спокойно плавать после соленой воды обязательно их нужно промывать пресной причем не под строю воды а прямо с бутылочки или там салфетками протрите многие у меня часто спрашивают можно ли в нем ну плавать в море можно но недолго потому что все-таки солидную это нежелательно и для девочек здесь также есть дополнительный функционал связанный с календарем женского здоровья но об этом я думаю вы и сами знаете как всем этим пользоваться но он там будет сам все это считать realme 8 обычный или про да мы рассказывали про обычную версию про прошку быть может как-нибудь позже поговорим но она все-таки сильно отличается от нота 10 поэтому мы показали именно базовую версию потому что ну они реально очень похожий много 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 людей спрашивают а что лучше как вы поняли без понятия то есть да тут более игровой но здесь чуть лучше фотографирует в ночи телефон есть наушники есть остался фитнес-браслет для полной коллекции григорий иванов пишет григорий так ждем у нас ми бэнд 6 а mosfet band 5 прочие часы есть более крутые которые именно полноценно как полноценные часы они браслеты выглядят у нас выбор очень большой версиями watch me watch light все это есть у нас в магазинах заходи на сайт приходи в наши магазины и посмотришь на них вживую василий рад тому что можно пользоваться под водой здорово до режим плавания в них также есть можно пойти в бассейн он замерит у вас количество грибков скорость и время дорожки и так далее но все-таки ждите полноценного обзора я и хотя и так я уже почти все рассказал но в целом шестерка вышла интересной и реально приятный а ну магнитная зарядка не нужно больше капсулу вытаскивать а теперь неожиданных мы видим здесь вот это вы не поверите это беспроводная колонка и это даже не джебил про который мы тут спорили буквально два или три стрима назад стоимость браслета в среднем 3 990 если я не ошибаюсь как раз причем совершенно недавно закончилась акция вон был по 3 490 поэтому отслеживайте наши соц сети отслеживайте наш сайт и будете в курсе всех актуальных предложений потому что вы получаются их пропускаете возвращаемся me true wireless speaker 16 ватт это так ни странно 16 ватт на колонка от компании сяоми вышла вот только-только увидел я ее впервые вы не поверите час назад я до этого даже не предну не подразумевал то что они могут выпустить нечто подобное и да она внешне очень напоминает колонки от компании jbl но все таки она от них отличается хотя функционал у них примерно похож если пробежаться по внешке эту ткань какой-то полиуретан причем на металлической основе силиконовые ножки для того чтобы можно было ее поставить причем силиконовая еще является и данная окантовка здесь у нас под заглушечкой располагается разъем для зарядки самой колонки и аукс аукс всем привычный для вывода звука разъем не обратный от самой колонки кабелем тайп си например тайп си к сожалению ваш смартфон не зарядишь тут почему-то не стали добавлять режим обратной зарядки если что разъем закрываются разъемы очень плотно силиконовая заглушка сама колонка является влагостойкой плавать с ней конечно нежелательно но под дождем либо брызги воды она совершенно спокойно выдерживает и в принципе ну собой на природу сам как говорится послал бог сама колонка органы управления у нас сверху располагаются на такой силиконовый получается вставки здесь мы видим сразу микрофон для громкой связи да как ни странно громкая связь здесь также есть клавиши включения громкости play pause кнопочка bluetooth причем клавишами громкости еще можно переключать рейки на вашем устройстве и клавиши сопряжения двух колонок в стерео режим в принципе как это мы опять же все равно все будут сравнивать с jbl да лучше еще тоже есть такая функция про дни все колонки по мысли не ошибаюсь только версии charge и да если у вас для таких колонки вы можете сделать себе стоять не 16 целых 32 ватта звука соединив одну и вторую вместе также данная колонка предполагается еще в темном то бишь в черном цвете ну сейчас мы ее запускать слушать не будем потому что вы все равно качество звука по стриму не поймете но вообще включить и услышать power on мы сможем bluetooth она нам просит и если мы выключаем она отключилась что еще можно про нее рассказать на самом деле это немного что потому что все данные колонки примерно одинаковы здесь у нас располагается три динамика 2 на средние высокие частоты один басовый влагостойкость есть по аккумулятору если я не ошибаюсь в ней 3000 миллиампер не получил я еще по ней перес релиза к сожалению могу ошибаться по стоимости данной колонки тоже лучше уточняйте на сайте она там у нас в ближайшее время прогрузится потому что во всех городах опять же как обычно у нас стоимости разное по батарее да вот повторюсь василий к сожалению по колонке я точно не скажу по-моему 3000 миллиампер давайте я гляну на ней может быть написано нет не написано вот повторюсь по моему 3000 вообще они обещают до 13 часов прослушивания да хватит так что скорее всего около 3000 миллиампер батареечка и есть внешний вид прикольный такой прям бочоночек веревочка есть шнурок то есть повесить и он куда-то можно влагостойкость есть а что еще нужно современной колонки господи что они так долго разглагольствовать также повторюсь на сайтах на точнее на сайте нашей компании всегда можно их посмотреть про mi band я с вами поболтал рассказал в ближайшее время заглядывайте к нам на youtube по смартфонам мы и так все примерно поняли повторюсь realme 8 базовая версия не про интересный аппарат более внешне сканер в экране а не сбоку в клавише чуть более мощная камера по мегапикселям и возможно чуточку более интересный дизайн как по мне лично потому что блок камер здесь как мне кажется выглядит чуть более симпатично redmi note 10 это у нас устройство с чуть более простой камерой но с интересным режимом фотографирования в ночи стерео звук полноценные два динамика сканер в кнопочке кстати тут у нас и забыл еще назвать и чуть более как мне кажется скучный внешний вид в остальном они реально очень похожи здесь более игровой процессор здесь простой по ним все рассказал про вебен колонку все рассказал больше у меня для вас к сожалению сегодня нового ничего нет накидывайте ваши вопросы к следующему стриму возможно про какой технику вы хотите про какую технику вы хотели бы еще услышать ну и в целом заглядывайте на наши сайт наши группы вк наш youtube канал там очень много всего интересного ну а вам приятного начала лета увидимся хорошего дня